Привет дружище, ты на канале It's a Good Day Сегодня очень хороший день и даже очень интересный Потому что у меня оказались на столе вот такие вот раритетные катушки Все в рабочем состоянии И сегодня мы будем их смотреть Что же раньше катушка строения из себя вообще представляла Катушечек компании Shimano достать мне не удалось Но зато есть Raobi, Daiwa, Flueger, Point350, чтоб это не значило Вот такие вот интересные катушечки Практически все изготовлены в Японии Daiwa изготавливалась в Корее в те годы По всей видимости Хотя Daiwa уже такая кастомная здесь корпус Мне кажется он уже точеный Ну уже вручную был выточен Это скорее всего не завод Потому что как-то странно он достаточно выглядит Вот какой-то умелец сделал Ну катушечка крутится Вращается конечно туго Но вращается Это самое главное Так, обратно О, смотрите Вот это вещь Вот эта вещь Ё-моё, они все такие Ну да Так, а эта Ну и Ну понятно Вот какая-то еще так поскрипывает Ощущение конечно потрясающее От этих катушек Такое аутентичное вообще Я на них еще обязательно хочу половить И испытать их на воде Как они себя покажут Будут ли сбросы, срезы, отстрелы приманок Ну давайте по чуть-чуть начнем Открывать их внутряночку И посмотрим что у них внутри у этих катушек Начнем мы с такой вот ряоби 233 Она металлическая Достаточно тяжелая 363 грамма Что тут у нас по шпульке Ну просто какой-то пластик Да и вот буквально сантиметр Куда у нас помещается леска или шнур Под шпульный узел построен точно так же Как и современные катушки Вот шестеренка по которой бегунок фрикциона трещит Ну и все Регулировочных шайб никаких нету Здесь тоже Вот так вот Давайте снимем ручку Про люфт кнопок в современных катушках Ты такой смотришь Там 1 сотая 2 сотых Открутил винтик Отрегулировал Посмотрите на этот люфт Пол сантиметра Просто Ну и Нормально Так Дальше Открутим 3 винтика Я вам даже передать не могу Какое удовольствие я сейчас получаю Конечно на такие катушки ловить Каждый день И постоянно Это практически невозможно Наверное все таки Этот звук Надоест Рано или поздно Но пару раз попробовать Конечно Это должен испытать каждый Поэтому я уже прям В предвкушении Посмотрите друзья Какая крутая Ведущая шестерня Она имеет зубы Не только с той стороны Которыми она вращает Ведомую шестерню Но и с другой стороны Чтобы реализовывать Стопор обратного хода Потому что Стопора здесь Никого нету И вот это вот Трещание При вращении катушки Как раз вот За счет этих шестерн И реализовано Ну и Верх-низ Поступательное движение Происходит за счет Вот такого толкателя Который тоже вращается По самой ведущей шестерне Непосредственно Ну уходит вверх-вниз Ну и все Вот такой архаичный Простой механизм Больше здесь нифига нету Да Никаких подшипников Ничего Все устанавливается Напрямую В корпус Ничего не изношено Кстати То есть Смазка Да Она потемневшая Но она не черная Знаете Как открываешь Современные катушки Непонятно Из чего сделаны Я кстати Изначально думал Эти катушечки Оценить по моей Съемке оценки Ребят Но потом сижу И думаю Но ведь Подшипников Например Здесь вообще Ноль Она получит Ноль А ход оценить Достаточно сложно Потому что Он мне нравится Он действительно Такой прикольный Трещащий Ну если вы никогда Не пробовали Обязательно попробуйте Да Такие Очень интересные Ощущения Да Ух Все Вы знаете Даже есть Какой Никакой Фрикцион Да Его можно Подтянуть Да Тормоз У катушечки Есть Очень хорошо Откидывать Душку Постоянно Приходится Нажимать Здесь Вот на Такой Толкатель Потому что Вот он Фиксирует И вот Надо нажать И только потом Можно откинуть Душку И сбросить Ее рукой Уже точно так же Нельзя То есть Душка Зафиксирована Намертво Только Вращением Ручки Сбрасывается Душка И опять таки Нажимаете Открываете То есть Для спиннинга Я не уверен Или должно Это так работать Скорее всего С завода Оно работало Каждый раз Но вот Уже дойдя К нашему времени Оно Вот смотрите Сейчас на правильном месте Зафиксировалось Да Опять встала На этот пазик До нашего времени Она дошла Уже в таком вот Состоянии Поэтому Нужно нажимать И для спиннинга Эта катушка Это будет просто Какой-то мрак Скорее всего Просто мрак Мне кажется Пружинка Слишком мощная Она наверное Выдвигается Слишком далеко Так Ролик лесоукладывателя Я думаю Здесь просто Ролик Он хотя бы Вращается Нет Нет Он не вращается Он сидит Намертво Затянут Намертво Ну вот Такой вот Конусообразный Скажем Ролик Который Помогает Шнуру Наматываться На шпульку Вот такой Вот интересный Агрегат Давайте перейдем К следующему Хочу посмотреть Дайву Эта дайва Ощущается Прям совсем Дешево Да ребят То есть Здесь Такой Фиксация дужки Вообще Не реализована Никак Она просто Откидывается Вот тут Она держится Но очень легко Она возвращается В свое Исходное положение Давайте Откроем У Открывается Она вообще Космически Откручиваем Один винтик Дайва 727 Нет 72700A Вот такая вот модель Откручивается Один винтик Снимается крышка И сразу же Есть доступ К внутреннему Механизму Можно обслуживать Смазочки туда Набросать Давайте посмотрим Ну Каретка Ведомая Ведущая Ну и шток Все Все достаточно Просто И архаично Стопор обратного Хода Вот реализован Здесь Такой вот Кнопочкой Блин Я не знаю То ли кому-то Краска не нравилась На этом корпусе И они ее Сошлифовали Вот так вот Ну вот По ощущениям Это прям Какая-то Точеная Шлифованная Точеный Шлифованный Корпус Такой Вручную Прям сделанный Но внутри Смотришь Литье Видно То есть Видно Как отливали Этот корпус Очень Интересная История У этой Катушечки Зубья Кстати Не имеют Никаких Скосов Ничего Они просто Прямые Ровные Зубья Вот Ведущей Шестерней Точно так же На ведомой Не на современный Абсолютно Лат Ну вы знаете Катушка Суховата Прям очень Суховато Видно Что ей Дается Все Сложно Ход Ей Дается Сложно Давайте Добавим Немного Смазочки Сюда Хотя Вы знаете Чего я Беру Фирменную Смазку От чем Это я Сейчас Сейчас Что делаю Беру Самую Дешевую Смазку Для подшипников Вот в таком Вот тюбике Я не знаю Сколько она стоит Пол доллара За пачку Она такая Вязкая У нее Вязкая Такая Консистенция Давайте Вот так Вот сюда Сейчас Бабахнем Раз Два Вот таким Вот образом Наверное Так раньше И обслуживали Катушки Правда же Ребят И теперь Самый Самый сок Оригинальное Дайвовское масло Сейчас 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 Так Я что Не открыл Пацаны Минус масло Практически Вот это Ярочина Смотрите Сколько Масла Внутри Ну Теперь Точно Полетит О О Ну Слушайте Не-не Вращение Стало Сильно Плавнее Я вам Скажу Честно Так Так и Закрою Пожалуй Блин Она Шла Туго Добавил Вот этой Вот Дешевой Смазки Добавил Достаточное Количество Маселка И Теперь Ну Слушайте Совсем Другое Дело Пошла Смотрите Как Легко Блин Крутяк Ладно Точно Так же Давайте Вот сюда В стороночку Возьмем Следующий Агрегат На котором Написано Ок Вот это Уже Что-то Поинтереснее Кстати Ручка Ручка Да Да Вкручивающаяся Ручка Смотрите Точно Так же Как на Современный Лад У них Резьба Вот Она Наверчивается На главную Пару А не В главную Пару Они еще Смотрите В те Года Делали Такую Схемку Красавцы Кстати О современных Ручках Да Технологии Же Были Блин Ну делали Жекатушки Смотрите Душка Цепляет Просто Гайку Шпули Да Да Не дает Закрыться В верхнем Положении То есть Надо Опускать Вниз И тогда Только Открывать Очень Интересно Очень Интересно Давайте Посмотрим Внутрь Тоже Металлический Ротор Металл Очень Круто Корпус Тоже Металлический Все Как Надо Вынимаешь Одну Часть Корпуса Здесь Остается Ведущее Колесо Здесь Остается Ведомое И Вот Это Кареточка Со штоком Ну и Все В принципе Точно Так же Архаично И просто Смазка Не черная Это Какой-то Солидол Или Еще Что-то Тип Того Но Она Ничего Смотрите Эту Шестерню Можно Из Корпуса Вынять На Таком Волоне Вращается С другой Стороны Тоже Есть Шестерня Вот Так Круто Мощно А сейчас Я вам Скажу Даже Диаметр И Диаметр Ё-моё 46 С Половина Миллиметра Друзья 46 Вот Это Машина Просто Она Вот Рассчитана Наработать Я не знаю Всю жизнь Наверное Давайте Сюда Точно Так же Возьмем Вот Этой Вот Смазочки Вот Так Сюда Дальше Намажем Сюда Сюда На шток Мы тоже Так Довонем Смазочки Немного Немного Ключевое Слово Так Вот Раз Все Работает Можно Собирать Крутим Ручечку И Не Хрустит Смотрите Смазочка Делает Свои Ух Как Ротор Отбивает Смазочка Делает Свои Смотрите Дела Не Хрустит Класс Так Поставим Сторонку Теперь Давайте Посмотрим Эту Катушку Ручка Точно Так же Вкручивается По типу Дайвы Разбираются Эти катушки Мне очень Нравится Да Три винта И считай Ты ее Обслужил Как вам Такое Техническое Обслуживание Друзья Не вот это Сидишь Несколько Часов Своей Жизни Тратишь Пока Ты все Разберешь Почистишь Соберешь Выставишь Регулировочные Шайбы Не Нифига Вот Открыл Крышку Посмотрите Очень похожий Механизм Сейчас На Дайву Вот так Вот берем Просто Вдавили туда Смазки Вот такое Количество Капнем Пару Раз Для Приличия Достаточно Можно Собирать А тут Кстати Часть Корпуса Пластиковая Вот Эта Крышечка Накладка Она Пластиковая Блин Как же хочется Уже половить На эти катушки Вы даже Себе Не представляете Интерес Просто Зашкаливающий У меня Насколько Это будет Некомфортно В современных Реалиях Так А ну Стопор О Так Подождите Не раскручивайся Блин Безудержное Веселье Ну и Под самый Конец У нас Вот такая Вот Реоби Друзья ЛХ ЛХ 2 Или О 2 Даже Написана Передатка 3 4 К 1 3 И 4 К 1 Вы представляете Это Достаточно Такая Мощная Катушка Должна Быть Так Давайте Выкрутим Ручку Ручка Кастомная С вот Таким Вот Количеством Регулировочных Шайб Видимо Возможно Даже Какой То Не Оригинал Здесь Кстати Отрегулирован Вот Этот Зазор Да Здесь Вот Винтик Есть И Теоретически Можно Еще Подрегулировать Что Люфта В Кнобе Вообще Не было Да Серьезно Люфта В Кнобе Не было На таких Катушках Я Смешной Парень Вот Эта Катушка Уже По-моему Ближе К нам Да Она Уже Такая Выглядит Не знаю 90 Наверное Года Плюс Минус Нужно Будет Потом Посмотреть Информацию Об этих Катушках Всех Ну Вот Те Катушки Очевидно Очень Старые Очень Старые А это Уже Такая Более Современная Сейчас Посмотрим Внутри Отличается Она Или Не Особо Кстати Ролик Вращается У этой Катушки Нет Нифига Не Вращается Все Точно Так Зафиксировано Ну Да Ладно Ну Смотрите Здесь Точно Такой Механизм Как И У Предыдущей Катушки Видимо Компания Риоби В те годы Особо Не Заморачивалась Вот Такая Же Ведущая Шестерня И Точно Такой Же Толкатель Тире Шатун Который Делает Вверх Вниз Поступательные Движения Ну Никаких Подшипников Ничего Такого Здесь Нет Ну И Отлично Точно Так Же Мы Вот Так Вот Сделаем Хлопнем Масло Масло Смазочки Ну Для Приличия Пару Капель Масла Пожиже Так Давайте Закрывать Это все Величие Дежавю Так Давай Дружище Быстро Резюнируем Потому что Закрываем Здесь уже Садится Так Ну И Крутанем Так Что-то Было Не то Интересно Что-то С ней Не то Чуть Чуть Мне кажется Ну Все В принципе Работает Стопор Обратного Хода Тоже Работает Хотя Отлично Все Работает Фрикцион У нас Тоже Работает Да Блин А тут Тормоз Кстати Неплохой По ощущениям Так Душка Открывается Сбрасывается Все Работает Вот такая Вот тоже Интересная Катушечка Ревок Так Друзья Ну и давайте Подрезюмируем Смотрите Вот такие Вот просто Потрясающие Олдскульные Катушки У меня Сегодня Были на столе Ну вы сами Видели Они построены Банально Архаично По старому И совсем Просто Немного Смазки Много Смазки Делают С ними Вещи Вот эта Дайва Вообще Полетела Вращалась Она Еле Еле То есть Реально Тугой Ход А сейчас Он просто Такой Знаете Аристократичный Трескот Что могу Сказать Я просто В предвкушении От того Что я буду Ловить На эти Катушечки Потому что Я прикупил Себе новый Фидер А как Оказалось Катушечки Для фидера У меня Нету Поэтому Я прикупил Вот эти Катушки Чтоб Половить На них И рассказать Вам О своих Впечатлениях Ну Если вам Это видео Друзья Понравилось Обязательно Поставьте Лайк Не забудьте Подписаться На канал Хорошего Вам дня Друзья И пока Еще Обязательно Дружище Загляни В описание Там есть Таблица Оценок Катушек Возможно Ты что-то Сможешь 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 Сможешь